Марсианский бриз сыгран на бритве окома, прибыли, глина, десерт на пустыне и мрак. Маск, не тебе ли с Марса дошла шифрограмма, дескать, здесь будет извечно погибель, как факт. Видно с ума накануне сойдут астронавты, и перепутают тупо промеры орбит, вечным заложникам не полагаются гранты. Маск, не того ли сегодня планета дрожит? Маск, прекрати сюрпри людей этой. В белых щеблетах сахарой пройди, прошвырнись. Бабки кровавы, ты помни сегодня об этом. И за планету родную и всей жопой держись. Космопортал на Тхалте. У себя на Земле мы давно предощущая, да и пост ощущаем всяческие галактические экзорасы. Громозёки у нас в крови. Муэтинки у нас в предтече. Невероятные дуальные пары ждут нас в финале галактических странствий. Мы порой в них не замечаем себя. Во всех этих дивных экзоконтактах. Мне не хочется пророчить некое планетарное поражение человечеству уже потому, что и еврейка, например, среди эскимосов, и эскимоска среди евреев будут девушками экзотическими, а вот украинки, пожалуй, что нет. Они прошли свою планетарку, и как древние амазонки взяли ото всех потрошку, и от экзотических, и от древних, и ныне мёртвых. И что, казалось бы, им сегодня перетрясти своих мужиков, и устремить к звёздам. Ведь в космопортах галактики цвет кожи, шкуры или чешуи роли не играет. У нас на руках пять миллионов единиц стрелкового оружия, но из этих пяти миллионов владельцев оружия смерти вряд ли найдётся хотя бы пятьдесят счастливцев быть в своих мирах на Земле всем. Что вы на это скажете, и скажете ли вообще, ладно, комрадушки, хипстеры и их рафинированные хулители, в очередной занесло меня на сей раз в кабачок галактических бродяг. Ой, только не надо их путать их с галактическими евреями. Все мы давненько уже из земного Иерусалима, так что не чеписьками мериться. А тут просто занесло в этот кабачок во Вселенной, ну, просто совершенно неожиданным чохом. Мы на своём корыце поперегея, а орбиталка с кабачком по апогее, к некой экзопланетке. О ней ещё в тридцатые шестнадцать убористых страниц написал сам Уинстон Чорчилль. Долго о том молчали чопорные островитяне, но всё тайное рано или поздно попадает к хипстерам на словесные переборки. Так вот, словом за слово разговорились о планете синих птиц. Вроде бы и не невидаль, а вот человекоподобия на планете не наблюдается. А тут один хипстер, вот-вот, и тут гад какие-то законы бортового этикета переступил, и его тут же садили, правда, с месячным запасом пайки кофейных зёрен и кучей всяческих приборов-анализаторов, чтобы точно знал, что жрать, отчего пить жрать по причине недочеловеческой пищи как бы нельзя. Приборов тьма, а жрать, ну, ничегошеньки нельзя. Хоть ягод вокруг тьма тьмущие, и зелёных, и оранжевых, и фиолетовых, и хипстерском прикиде, в разноцветной окраске. Вода вокруг родниковая, дров и тех можно собрать, а вот жрать, фиг, птицы в небе, а умирать слетаются на недоступное, да что там, на неприступное высокогорье. А так, почти на зиме не садятся, только огромными синими крыльями чиркают. И всё почти у самого носа и тут же снова, ввысь, ввысь, ввысь. Эх, если бы всё бы да кабы, но решил умирать наш ссыльный на планету проказник. Выбрал место на огромной ягодной поляне, чтобы упокоиться в красочном мире, там и лёг, и стал растворяться в нирване. Но неожиданно слетелись туда эти самые синие птицы, и давай ягоды с разных кустов клевать, да не глотать, а перед носом обессилевшего от голода человека сплёвывать. А тот только и подумал, какая гадость, эти ваших реки по-птичьи, сплошь в ядь-переять неприличны. Но только было произнёс последний ядь, когда чекиноздоровую пищу защёлкали, аж зашкалило, а птиц словно ветром сдуло. Подполз наш грешный ненебожитель к птичьим шмякам, и узрел огромные разноцветные слои ягодной жвачки с перебродившим ферментом птичьей слюны. И вот что при том оказалось, ядовитость из этой отплёванной птицами пищи исчезла. Хавчик, не хавчик, но стал он пробовать кипятить в разных анализаторах-катализаторах попеременно то зелёное, то оранжевое пюре. А то рыжее или салатовое желе, то фрикасе фиолетовое, а то и вовсе как бы хипстерские цветные шмяки, и все это пробовать на вкус. Тут он и обнаружил, что эффект этих варев имел разные привкусы, но послевкусие почти всегда одинаковое, от него обречённый жить на птичьей планете сам вдруг стал внезапно парить, а то и кричать по птичьей гортанно, разговаривая с птицами наравне, а то и просто получать кайф и торчать. И говорят, таки прижился на той планете, и прожил там без дну лет, да только птицей так и не стал, но наладил продажу шмяков, пролетавшие мимо в баражирующие над планетой кабаки. С тех пор планету объявили заповедником Синептичье, и, пролетая над ним только молили проведение, чтобы всесильный сборщик птичьих хряк выслал им хоть малёха птичьей жуики, ферментального птичьих организмах протравленной, из которой даже бывалые капитаны варили себе дозорное зелье, и парили, парили, парили во Вселенной, обретая внезапно бесконечно сильные синие крылья. Да, это, конечно, здорово, только а где тот чудак? Да вот он я перед вами.